Всем привет! Сегодня у нас странная тема, потому что тут будет очень много всего намешано. Ну, по крайней мере, пока я писала сценарий, мне казалось, что получается какая-то каша. Но вдруг всё получилось весьма понятно, так что дайте мне знать. Итак, депрессию. Начнём с того, что я сам по себе человек депрессивный, апатичный, грустный, и мне вич-то плохо от жизни, и жизни плохо от меня, у меня много проблем, ну и всё в таком духе. И я, кстати, рассказывала об этом видео про депрессии и арты, за что словила хейт от людей за то, что использую такое слово, как депрессия. Это слово ущемляет и обесценивает проблемы людей, ведь я сижу и вру, а они профессионалы, которые считают, что я обманываю честных людей, чтобы меня пожалели. И вообще, я просто словила грустняшку, у меня всё это не депрессия, вот так вот. Ну, это очень смешно, но на будущее для диванных критиков скажу, что они в тот раз обесценили лично моё мнение, лично мои проблемы, и это раз. А два, я в принципе не обязана ноунеймом в интернете доказывать обратное, показывать личные справки и прочее. И вы, кстати, тоже никому не обязаны это доказывать. Это я просто говорю на будущее, потому что кто-нибудь точно попробует написать такой комментарий, и сказать, что вот я вру, или что-то я не вру, а я всё равно буду использовать это слово. Так что давайте без комментариев по типу, у тебя не депрессия, у тебя грусть, а мы лучше продолжим. Вот так вот, к чему было всё это вступление? Ах да, так точно. Я человек грустный, ребят, с грустняшки по жизни живу, по мнению трёх людей планеты Земля, конечно же. Я понимаю депрессивных авторов. И нет, ребят, не тех, кто по жизни рисует что-то страшное, криповое, гура там, преза, ну в общем что-то из этого. Это уже скорее предпочтение стиль рисования, а не признаки шизы и депрессии. Но, конечно, это по-разному у всех проявляется, я не буду утверждать обратное. Речь идёт о других авторах, которые превращают свой паблик в личный твиттер, с кучей щитпостинга и рассказами о проблемах в жизни. Итак, мне пофиг, как такие люди ведут свой паблик. Это их право, хоть фотки своих котиков пусть постят постоянно. Действительно, это же художественный паблик, там так сильно не хватает постоянных фоток их котов. Да, ладно, мне реально пофиг. Но просто лично я, если я захожу в паблик автора и вижу один арт в месяц, а потом 10 постов коротких о какой-то фигне, без картинок, я не подпишусь. Никогда. Даже если мне дико понравится стиль. Нет, вообще ни за что в жизни. Понятно, что иногда хочется поделиться, но когда речь идёт о художественном паблике, большинству текст без картинок просто не интересен. Я не навязываю своё мнение, лично мне это не нравится в ленте. Но речь снова не совсем про это. Я снова перескочила чуть-чуть. Но это всё было нужно, это всё нужная тематика, честно, поверьте. Итак, недавно видела в интернете срач. Суть проста. Автор пожаловал всемиру на своих подписчиков. Это был короткий пересказ, далее чуть более длинный. Человек не устраивал актив его паблики, и он жаловался на людей через посты. Хочу заметить, что жаловался он в грубой форме. И вот он запостил фотку своего стола, точнее рабочего места. И, о боже, эта фотка собрала больше лайков, чем собирают его арты. У автора случилось горение жопы, и он настрочил очень гневный пост у себя в паблике, что как так, вам что, не нравятся мои работы? Как вы вообще посмели не лайкать их? А вот это лайкнули. И на что один подписчик, которому, видимо, все это надоело, ответил что-то типа, ну, а мы что, виноваты, что твой стол красивее твоих артов? И да, я не остановлюсь на сторону этого человека, это было достаточно грубо. Но, с другой стороны, когда тебя постоянно обсирают, очень глупо не ответить. Итак, далее начался срач. Где автор его обматерил, высказался про его мать, отца, его семью, аутистов, ну и так далее. Вы же знаете эти срачи в интернете. И он бы, кстати, закончился, этот срач еще на этом моменте, но он вышел за пределы паблика автора. А почему? Потому что тот, не найдя поддержки у себя, пошел дальше. Он был очень сильно обижен на мир и написал пост в крупный паблик. Спросил, что же ему делать, вот не собирают арты лайки, а он так старается. Подписчики не любят его работы, а ему 13 лет, и у него вообще-то депрессия. Ему после такого не хочется рисовать, ему жить не хочется, у него апатия начинается. Все начали жалеть ребенка, пока он случайно не дианонился и не вскрылась вся история выше. В общем, бедный грустный ребенок с депрессией начал всех несогласных с его мнением посылать на три буквы. И очень интересные фразы он использовал. Ну, даже такие, которые я никогда бы не использовала. Вау. И история вышла поучительная. У меня пополнился бан в паблике, потому что я такой неадекватный автор, мне у себя не нужен. Ну, а еще я просто весело провела время, читая эти веселые сообщения. Какой вывод, ребят, мы делаем? Да, в общем-то, очень простой. Подписчики тоже люди. Никогда не пишите что-то типа, э, где мои лайки, вы что, офигели, я хочу лайки. Люди будут выходить из группы. Ну, вы любите, когда вам указывают? Вот поставьте себя на их место. Неа. Поймите, что каждый художник бывает недоволен активом, но это просто не изменить. Вы не заставите людей ставить лайки. Лучше просто работайте дальше. В конце концов, можно написать пост, что-то типа, эй, ребят, прошлый пост не залетел в ленту. Лайкните его, пожалуйста, я очень старался. Ну, скажите, как можно отказать любимой сладкой булочке, особенно, когда она просит вежливо? Ну, а еще лучше не писать такие посты часто, потому что если у вас постоянно мало лайков, то, честно, ребят, виноваты здесь не подписчики. Ну, уж точно. Есть реально много причин, начиная от самых банальных, типа, пост не влетел в ленту, заканчивая теми, которые вы не хотите признавать, а именно, человек забыл поставить лайк, такое бывает. Ну, либо же, арт ему откровенно не понравился. Да, это обидно, но что поделать? Ищите причину не только в других, ищите причину и в себе. Ой, сложная тема получилась, если честно. Делитесь, пожалуйста, своим мнением в комментариях, рассказывайте, как бы вы поступили в такой ситуации, кто по-вашему вообще прав здесь, кто нет. Ну, а всем, кто досмотрел до конца, спасибо большое. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чекайте мой паблик ВКонтакте, мой Инстаграм. Всем спасибо, всем пока!